Выходные в Петропавловске не будет работать общественный транспорт, а еще торговые центры и дома, тренажерные залы, бассейны. Эти ограничения обводятся с новым постановлением главного санврача области. Оно вступает в силу 21 января. Как изменится жизнь горожан, с чем связано усиление ограничений и есть ли вероятность, что областной центр снова закроют на карантин? Ответы на эти и другие вопросы в материале Агирим Мукашевой. Тенденция к ухудшению. Так главный санитарный врач региона описал текущую эпид-обстановку. И вот почему. В последнее время заболевших все больше и среди них растет число тех, кто обращается с жалобами на симптомы. Если в декабре таких была половина, то сейчас 68%. Кроме того, каждый второй, обратившийся с симптомами ОРВИ и пневмонии, оказывался ковид-положительным. Чтобы не допустить ухудшения ситуации в регионе с 21 января, усилят ограничительные меры. Вернется локдаун выходного дня. Торговые центры и дома закроют в субботу и воскресенье. Исключение – находящиеся внутри объекты по продаже продовольственных товаров, аптеки, салоны красоты, парикмахерские кинотеатры. Крытые рынки принимать покупатели в выходные тоже не будут. В свои двери на уикенд закроют фитнес и тренажерные залы, бассейны. Ограничена деятельность объекта общественного питания с 9 до 8 часов. При штатном расписании более 15 сотрудников, не менее 8% сотрудников перевести на дистанционную работу. При штатном расписании менее 15 сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% сотрудников оставались на дистанционной форме работы. 19 января Североказахстанская область вошла в красную зону по темпам распространения коронавируса. На эту новость пользователи социальных сетей отреагировали по-разному. А вот новость о том, что в выходные общественный транспорт приостановит работу, вызвала у всех примерно одинаковые эмоции, среди которых лидирует, мягко скажем, негодование. Многие спрашивают, что на два выходных дня для вируса особенно бушует. Нет, вирус распространяется так же, но даже эти два выходных дня помогают нам побороть коронавирус, взять его под контроль, уменьшить контактирование людей и заболеваемость. Поймите это. И знаете, нам, врачам, не до улыбок. Мы видим, как у людей стремительно развивается пневмония, как от коронавирусной инфекции люди умирают. Мы следуем за эпидемиологической ситуацией ежедневно и ежечасно. Мы советуем себя с ведущими санитарными врачами страны. Они, в свою очередь, передают нам опыт других стран. По каждому заболевшему коронавирусом проводили эпид-расследование. Выяснялось, что львиная доля посещала места массового скопления людей и пользовалась общественным транспортом. Потому на выходные именно их работу и приостановят. Если ситуация улучшится, ограничения, возможно, снимут, говорит санврач. Что касается блокпостов, вопрос об их установке пока не стоит. Сейчас в регионе нет закрытых на карантин населенных пунктов. Однако растет число заболевших во всех районах. Больше всего в Есильском, Шалакына и Макжана Жумабаева.